Лариса Бутеева Девчонки, у нас сегодня невеста-артистка, но я вам скажу, если хорошая артистка будет естественная, если плохая будет выделываться и играть, так что давайте надеяться на лучшее. А бороться за нее будут кандидат наук Никита, мастер спорта Андрей, танцор Бальник Егор. А невеста у нас Анна, давайте знакомиться. Ремарк сказал, какой бы сильной ни была женщина, она ищет мужчину сильнее себя. Не для того, чтобы он ограничивал ее свободу, а для того, чтобы быть рядом с ним слабой. Вот и я думаю, что я сегодня встречу мужчину, рядом с которым мне захочется быть слабой. А помогут мне в этом мои друзья Екатерина и Паскаль. Очень приятно, проходите, садитесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Анна, 28 лет. Через 5 лет гражданского брака узнала, что муж обзавелся второй семьей. Анна – актриса. Катается на горных лыжах, играет в большой теннис, занимается йогой, умеет фехтовать. Читает классическую и современную литературу, ныряет в проруби и купели. Мечтает сыграть девушку Джеймза Бонда. Анна предупреждает, что не потерпит от мужчины неряшливости, как во внешности, так и в поступках. Познакомится с умным и харизматичным джентльменом, способным по-настоящему ее полюбить. Анечка, вас представили как начинающая актриса, но 28 лет для начинающей – это уже. А много фильмов на вашем счету? Или, может быть, в театре работаете плотно? Нет, дело в том, что это моя не первая в профессии. По первому образованию я юрист. Прекрасная профессия, кстати. Спасибо. У меня есть главная роль в полнометражном художественном фильме, который объездил много кинофестивалей. И сейчас делаю свои первые шаги. Есть образование актерское? Да, конечно. Я закончила ГИТИС. И мое третье образование выше – это уже в ГИК продюсерское. Я, кстати, даже не ожидал, что такая внешне привлекательная девушка. И столько увлечений, столько знаний. А зачем? Готовите запасные аэродромы? Или привыкли на никого не надеяться? Потому что здорово, если не повезет в одной профессии, есть другая. Дело в том, что я родилась в семье военного. Мой папа – летчик-испытатель. Поэтому в семье были разные времена, так сказать. И когда я закончила школу, мечта стать актрисой была, естественно, вот прямо вот с пеленок, потому что я всегда участвовала во всяческой… А в чем вы самодеятельности поступали? Родители были против? Нет, родители были всегда за, но я с 15 лет работаю. И мне важно не зависеть ни от кого. А кем работали с 15 лет? Работала с официантки начинала, потом администратором. Ну и, собственно, вот так. Как нуждалась семья, да? В семье были разные моменты. Были моменты, когда мы ели на Камчатке, когда служили красную икру ложками, а были моменты, когда и делили… Ой, вот как раз красную икру ложками-то она поперек горла. Хотелось с большой земли-то колбаски вареной, наверное. Ну, когда как. Были разные времена. Да, да, да. А давайте теперь про любовь. Когда появился мужчина, много вас старше? Я встретила его 21. Ему было 40? Ему было 42 на тот момент, да. Это человек, который перевернул мою жизнь с ног на голову. Добивался вас? Он добивался. Он ухаживал очень красиво. И самое главное, понимаете, я в его руках все эти 5 лет росла. Просто вот как прорастала до состояния дерева красивого. Выросли-то в кого? Красивого кустарника, наверное, не знаю. Я научилась разобираться в театре, в кино, в живописи. А у чего он занимался? Он в банковской сфере. Но очень важно, он никогда не баловал меня. Он никогда не экономил на моем здоровье, на здоровье моих близких, на моем отдыхе. Я ни в чем не нуждалась, но у меня не было вот этого сумасшедшего, сумасшедшего вот этого мишуры, да, который сейчас вокруг. Не рассматриваешь ли, что отношения в разнице 20 лет – это папа и дочь? Скажите, а почему же такую юную девушку, которая окружила такой заботой, он замуж не звал? Почему? Звал. В самом начале наших отношений он намекал, он говорил о том, что... Ну, может быть, ну, вот, как бы не пожениться, да? Да. Когда-нибудь. Ребеночка от тебя родить. А так официально делал предложение «руки и сердце» вот у родителей, просил? Нет. Ну, просто обнадеживал, так обтекаемо, многие так морочат голову. Нет, 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 Лариса, абсолютно, я с вами, простите, не согласна здесь, потому что в самом начале отношений мне хотелось еще вот этой романтики. Замуж не хотели из него. В самом начале... Думали, что еще все впереди. Да. Можно сказать, да. Моложе могла найти. Нет, нет, Роза, я была не просто влюблена в этого человека, я им жила, я им дышала. И он научил меня любить верно, глубоко, до полной самоотдачи, как я называю, до мозга костей и кончиков пальцев, понимаете? И вот в тот же момент, когда я поняла, что я открываю в себе какие-то просто сверхспособности, я учусь любить человека с каждым днем все крепче и крепче, и в тот же момент я поняла, как я хочу ребенка от этого человека. Я хотела, чтобы вот такой вот комочек лежал у него на груди, похожий на него. И вы ему об этом сказали, да? И я ему об этом говорила. И он просил. Он с самого начала наших отношений говорил, что он хочет ребенка. Но каждый раз, когда он мне вот об этом говорил, понимаете, многие женщины меня поймут. Состояние какой-то сумасшедшей любви, страсти, желания, и в то же время тоски и боли, потому что я не могла сделать этого в тот момент. Почему? Нет, Роза. Потому что я поступила в ГИТИС. А первые два года, вы прекрасно понимаете, что это с дневной утра, да, а он не был против. С понедельника, нет, он был за. Более того, я поступила туда, естественно, сама. И когда меня уже зачислили, он был горд и доволен. Мне вообще было очень важно развиваться и быть для него самой лучшей. Но учеба в театральном институте съедает не половину времени, а все время. Это с утра и до ночи, иногда и ночуешь в аудитории на матах. И в воскресенье в том числе. Театральная жизнь и с личной жизнью не очень сильно состыковываются. Анечка, как так получилось, что ребенка хотели от него вы, а родила другая ему? И как вы об этом узнали? На третьем курсе мы с ним разговаривали и решили еще повременить пару лет до окончания. Потому что я понимала, что если дипломный спектакль «Животиком» я отыграю, то бросить, оторвать свое чадо от груди ради 7-часовой репетиции я просто не смогу. Мне придется расстаться с своей профессией, о которой я так долго мечтала. Поэтому мы решили повременить до окончания ГИТИСа. А на четвертом курсе я не знаю, в какой момент это произошло. Это, знаете, складывается просто по мелочам. Когда я поняла, что что-то не так, и, видимо, кто-то есть. Господи, как он меня берег? А он своим сексом занимался или нет? Потому что, как Лариса рассказывает, вы там дневали-ночевали? Мужчина же взрослый, в конце концов, ему нужна полноценная сексуальная жизнь. Роза, ну на это время осталось. Правильно, ну не углядел. А что же она хотела? Что думала-то? Профессия, профессия. Как вы угадали? Роза, вы посмотрите на меня повнимательнее. И что, смотри. Но как меня можно не хотеть? Тебя можно. Роза. Я имею в виду, что когда работает по... Внимательно. Внимательно, потому что на диване увидели между подушками чужие волосы. Я сидела даже не в волосах, я понимала, что что-то не так, и я чувствовала, что вот это единство, оно куда-то улетучивается. Ну, женщины, мы всегда всё чувствуем. И вот одна, что он рассказал, что к нему приехала сестра. Да, я была на фехтовании в тот момент. То есть он не ждал дом. Я должна была прийти в определённое время. Мы пришли раньше. Пришла раньше, да. Поэтому получился вот такой, так сказать, форс-мажор. И по его поведению, по его состоянию я поняла, что что-то не то, и что здесь была не сестра. И как он берёг меня, как он не хотел... Почему он дверь не открывал? Не объяснил, да? Не объяснил. Он сказал, что его не было дома. Да, но вы ведь никуда не уходили, и вы видели, что из подъезда вышла девушка, и вы сразу догадались, что она именно из этой квартиры, потому что наше сердце любящего человека очень чувствительное. Да? Да, именно так. И вот вы дрожащими руками дома всё проверили, даже вытрясли мусор на ведро, все бы так сделали, и я бы так сделала. Это нормально. Потому что никому не хочется жить в неведении и чувствовать себя обманутой. Всем хочется знать правду. Ну, за исключением глупых, которые сначала закрывают на всё глаза, чур-чур не хотят знать правду, а потом как обухом, понимаете, и до психушки. Я хотела правду, и я её добилась. Да? Да. А что вы нашли такое? Какие вещественные доказательства? Ну, волосы, блондинки, а ещё что? Я не хочу об этом говорить. Так уже какие смыслы улики? То есть, когда видно, когда отношений нету... И опять, даже не забывайте, что всё-таки о такой вещи, как женская интуиция. Но всё-таки он сознался, признался, что есть ребёнок на стороне. Через несколько месяцев... И что этот ребёнок родился, когда он был с вами в отношениях? Да, это была такая случайная связь. Я не буду давать каких-то конкретных характеристик именно этой женщине, но могу сказать, что я глубоко презираю и буду презирать женщин, которые пытаются, святая святых, ребёнком, а не собственными мозгами и сердцем, удержать рядом с собой мужчины. Ой-ой-ой, давайте тут это. Вот, пожалуйста, я тут специально что-то уж как-то в интернете-то лазить умею. Вот пиши, вот статичку вот тут в интернете. Женатый мужчину Гошу Куценко прилюдно целует с молодой актрисой и больше не носит обручальное кольцо. И актриса-то у нас, Акаса, Анечка наша, обнимает вот он вас, Куценко-то, при всех целует губы и кольца не носит. С Гошей Куценко мы снялись в одном фильме, это как раз моя дебютная работа была, в этом фильме я снялась на четвёртом курсе, и мы играли мужа и жену. Мы с Гошей в прекрасных дружеских отношениях, мы никогда нигде не встречались. Вы игрались, поди. Нет, абсолютно, мы никогда нигде не встречались. Пальча-то, про Гошу Куценко совершенно неинтересно. Сейчас вот просто по фактам, потому что эмоции, это абсолютно, я вам потом сама всё расскажу. Вы ведь ему простили, не ушли от него. Знаете, я смогла простить, потому что количество положительных характеристик в этом человеке глубоко превышает количество отрицательных. И вот эту интрижку, которая стала роковой для наших отношений, я могу списать на шалость. Потому что таких мужчин, как он, в мире единицы. Если не доверяешь, расходишься. Если доверяешь, то живите вместе и двигайтесь. А расставались болезненно мы со своим идеальным мужчиной? Знаете, я расставалась не просто с ним болезненно. Я прошла через психологов, через состояние аффекта, через антидепрессанты. Он вас оставил? Я вынуждена была уйти. Не смогла с этим смириться, потому что всё равно были какие-то звонки, контакты, с той женщиной и с тем ребёнком. И мне, естественно, нужно было что-то ковырять. Поэтому каждое какое-то ковыряние заканчивалось ссорой, скандалом и так далее. Поэтому мы не смогли дальше жить вместе, понимаете? Хотелось бы задать ей вопрос в глаза, любит ли она его ещё до сих пор, и посмотреть на её ответ. Анечка, мне бы очень хотелось узнать, повзрослели вы или нет. Вам 28? 28. Сами понимаете, что у актрисы, тем более, да, мы, как никто, знаем, что такое время для нас, которое не щадит, подпирают сзади. Это то, что касается профессии. Ну и женский век тоже... Недолг, да. Недолг, да. Поэтому что вы сегодня хотите? На сегодняшний момент мне нужен любящий супруг, который будет иметь, конечно, железные нервы и очень крепко меня любит. Почему у него должны быть железные нервы? Потому что ту профессию, которую я выбрала, наверное, в одиночку мне будет сложно потянуть. Вот, железные нервы, я знаю, про кого это. Подождите. Хотите, чтобы вас любили? Любите сами. Теперь хочу вас разубедить. Понимаете, актерская профессия в наше время перестала быть такой романтичной и значимой, как времена покойной Лидии Смирновой, Аллы Ларионовой. Сегодня артистки, которые за две пары, а то и одну пару обуви в гуме торгуют своим лицом, я тоже этим не брезгую, если мне платят хорошие деньги. Мы стали в шаговой доступности от зрителя. Поэтому в нас нет никакой романтики, есть моложе нас, красивее, ярче, сексапильнее и желаннее. Поэтому то, что мы артистки, понимаете, и мы вот такие все, не как все, это забудьте. Мы сами должны и готовить, и детям менять памперсы, и водить их в школу, и в детский сад. Будь вы актрисой, не знаю, неврологом, хирургом, психологом, это вас не лишает обязанности быть просто женой в семье. Мне кажется, она избалована отношениями. Потому что она красивая, чаще всего очень красивые девушки, они очень избалованы. С вашей стороны тоже должны быть какие-то обязательства? Почему мужчина должен выбрать вас? Женщина должна вести хозяйство. Вот что, вот я и хочу узнать. А что вы такая прекрасная будете дома делать, и за что вы будете отвечать? Она должна быть женщиной, женой. Да про себя, про себя. Хозяйкой, конечно. Хранительницей домашнего. Ройдите ее, когда хотите родить. С удовольствием. В ближайшее время, понимаете, мой материнский инстинкт, он уже не просто, не знаю, зовет, он орет благим матом. Поздно родящая вы уже, дочь-то. Поздно родящая. Нормально родящая. Поздно, полная. А на троих пойти как в Голливуде хочет, в 40 лет первенца. Хочу, без проблем. Буду близнецами отстреливаться, Роза, с удовольствием. Я считаю, что жизнь в семье ради ребенка, это неправильно. Василиса, что там мы со звездами? Нам потребуется настоящий красавец. Это не значит, что он должен быть как Аполлон или есть какие-то обязательные каноны. Он должен именно произвести впечатление. Второе. Он должен обеспечить вам разнообразную жизнь. Он должен быть действительно интересным. Потому что вы совсем не такая волоокая в обычной жизни, как вы сидите здесь. Вы гораздо более шустрая. Вы игрунья. Вы человек, который достаточно легко может заскучать, если в жизни нет какой-то бесконечной кавалькады. События, если люди, факты не меняют друг друга. Поэтому мужчина должен уметь не только финансово обеспечить вот это разнообразие, но в том числе и быть каким-то таким инициатором чего-то нового в жизни. Насколько она готова к новым отношениям и действительно настоящим. Потому что то, что было в прошлом, это было как-то все смутно, мне кажется. То, что она рассказала. Много всего непонятного. Через несколько минут нашу невесту ждут три незабываемые встречи. И, возможно, одна из них изменит ее судьбу. Вы не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в гостях Анна. Встречайте первого жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, Анна. Спасибо. Очень приятно познакомиться. Пока ты меня не видела, но я видел и слушал историю. Я очень хочу побороться за твое сердце в числе всех трех претендентов, среди которых я тоже буду. Меня зовут Никита. Очень приятно. Очень приятно. Спасибо. Спасибо. Никита. 30 лет. Менеджер по проектам в международной компании. Кандидат технических наук в области нефтехимии. Гордится тремя высшими образованиями. Читает американскую литературу 20 века. Рисует эскизы карандашом, предупреждает, что две недели в месяц он проводит в командировках. Официальный брак Никиты продлился недолго. Через месяц после свадьбы жена вернулась к родителям. Надеется, что с Анной они будут неразлучны всю жизнь. Привет, лохматые. Здравствуйте. И вы... Я просто... Мое отличие от вас в том, что я блестящий деятель, а вы только выдающийся. Да, да, да. Это для кого цветочки, я смотрю? Очень приятно присутствовать у вас в гостях. Девушки Розы с шипами, берегитесь. Спасибо. Розы очень нравятся ваши комментарии. Спасибо. Какой молодец. Галантный очень. Всем да, вам подарил цветы. Ну, вы, конечно, рекордсмен по длительности брака. Сколько были в браке дней? Около двух месяцев. Молодец. Общей сложности. А знакомы были сколько? Около пяти лет. Опаньки. Вот я не знаю, засчитывать, не засчитывать вам? Ну, давайте оставим это на усмотрение судьбы. А жили вместе или женихались? Ну, мы начали встречаться. Мне было 25 лет, ей было 23 года. И я могу с уверенностью сказать, что это была любовь с первого взгляда с моей стороны. Мы познакомились на конференции в городе, из которого я приехал. В общем, я увидел эту девушку и понял, что она... Вы были из разных городов? Нет, мы были с одного города. А кто кому предложил переехать в Москву, помог, да, потом? Ну, сначала у нее было это предложение, что как вариант. По работе, да? Нет, как вариант вообще переехать. В общем, а потом я уже стал подготавливать почву и подготовил почву, то есть определился с работодателем и переехал вначале сам, а потом через два месяца ее перевез. В съемную квартиру? Да, в съемную квартиру, да. Сразу скажу, что съемная квартира первоначально была не в очень состоянии. Она испугалась, когда вошла в эту квартиру? Ну, скажем так, я ее подготовил, что сказал, что квартира не в очень... Она испугалась или разочаровалась? Она не испугалась и не разочаровалась, но она так осмотрела, кругом и сказала, ну, в принципе, да. И сколько вы с ней прожили в таких условиях? Ну, вот мы прожили около семи месяцев и потом два месяца брака. Да, расписались и все. Она ждала от вас предложения раньше, как вы думаете? Я делал предложение еще до переезда в Москву. А она согласилась? Да. Ну, там не было вариантов отказаться, просто я делал на ее дирожении при родителях. Ну, она, наверное, хотела пышную свадьбу, гостей. Со свадьбой вообще очень интересная история. Я, как человек, могу сказать, более практичный, я не хотел грандиозного какого-то события, я хотел именно расписаться и уехать далеко. Народ кормить-то. Далеко. Но она хотела именно в Измайловском ЗАГСе, машина с куклами. Да, это была ее идея. А почему там? Ресторан. Козырно. Ну, пока я не увидел Измайловский ЗАГС, я тоже думал, почему именно там, потом я увидел, в принципе, и понял, это красиво. А что, Грибоедовский тоже неплохо? А я там не был. А, мне не с чем сравнивать. Нет, мне не с чем сравнивать, да. Слава Богу, пока один раз был. Ну, так и что? Ну, и получается, что перед тем, как мы еще планировали, да, свадебные все дела, это все приросло в достаточно такие терки. Свадьба, она позволяет по-настоящему задумываться о том, что вы вступаете в из-за брака. Они просто так встретились и разошлись, да, что это очень такое тысное мероприятие. Свадьба все-таки состоялась? Да, да, свадьба состоялась. Послушайте, ну, некоторые просто уже со свадьбы уходят разведенными, успев и подраться, и повыяснять отношения. У вас все-таки свадьба прошла, я так понимаю, более-менее мирно? Да, более-менее мирно. А куда поехали? Ну, в эту же квартиру, наверное, да? Нет, нет, свадебное путешествие. Нет, свадебное путешествие. Да, и поехали вы на Мальдивы, да? Ну, при том, кроме того, что она предлагала ехать на Мальдивы, она просила еще брать свадебного фотографа, оплачивать ему путевку, и якобы бесплатно нас будут фотосессировать, да, но это стало бы тоже достаточно приличным бюджетом. А может быть, там нужно было заказать, на месте, есть такие условия? Мы ее медицинскую карту не смотрели, у нее не было, она не лежала там в клинике пограничных состояний, нет аневрозов? Или даже я не могу себе этого позволить? Мне такое ощущение, либо я брежу, либо весь мир сошел с ума. Не, ну, желать с собой фотографа вести, это уже... Ну, это уже, да, это уже перебор. Фотографы взяли с собой? Нет, фотографы не взяли и поехали в Доминикану. Сэкономили. Ну, знаете, как есть, как говорится, да, мы посовещались, я решил. Вы не поссорились ни разу, все было хорошо, вы вернулись. Почему все-таки расстались? Ну, как не поссорились? Конечно, были нюансы такие. Из-за чего? Ну, два человека начинают жить вместе уже в качестве мужа и жены. Я думаю, что... Что изменилось, боже, я со всеми мужьями жила до свадьбы, потом после свадьбы. Что меняется-то, кроме того, что есть штамп? Есть два человека, два мнения. Вот мой минус как человека, то, что я привык, чтобы мое мнение было доминирующее. Понимаете, а это, как бы, есть же еще личность. А вы готовы идти на компромисс? Вот сейчас уже. Я готов идти на компромисс, но не всегда, сразу говорю. А в каких случаях не готовы принципиально? Вот что является очень важным? Оценить, проанализировать конечный результат. Если он будет с практичной стороны более-менее выгоден, то да, я готовы идти на компромисс. Вот смотрите, Никита, у вас вот такая девушка перед вами. Да, очень прекрасная девушка. Она должна сегодня уйти с ней и вообще через какое-то время жениться и рожать детей вместе. Замечательно. Вот одной девушке хочется уступить, а второй хочет сказать, нет, рыба моя, все будет так, как я сказала. Вот как вам кажется, сани у вас как будут выстраиваться? Ну вот, Аня хочет уступать и уступать. Опять кажется, что ему где-то темнеть немножко. Вот вы мечтаете, мне нравится ваша мечта, жить в большой квартире в Москве, причем ездить на очень дорогом автомобиле, стоимость которого будет от двух миллионов долларов. А что, на квартире уже не бывает? У каждого человека есть некая материальная мечта. Пусть это будет мечтой. На поселение и деньги, если такие машины не покупают, значит до этого у вас должно быть уже все настолько мармеладное. А вы куда жену сейчас приведетесь, пока квартиры в Москве нет? Я пока снимаю квартиру, но в ближайшее время я решаю вопрос собственной жилоплощади. А если так случится, что Аня будет зарабатывать больше, чем вы? А этого не будет. Ее Аня не будет. Вы ее себе или вы не дадите ей работать? Я уверен в себе. Не, ну если у нее получится больше, так уж бывает. И будут большие гонорары. Ну, значит, будет к чему стремиться, я постараюсь в ближайшее время решить этот вопрос в свою пользу. Хорошо, спасибо. Покажите сюрприз. Интересно, что он сюрприз не покажет. Сейчас увидим. Ты видишь перед собой стенд с размещенными на нем шариками. В шариках, в каждом шарике размещен некий предмет. Где-то просто пустышки, да, а где-то предмет, символизирующий успешные дальше дальнейшие, я надеюсь, отношения, которые будут развиваться и развиваться. У меня в руках дротики, обыкновенный дарт, но ты стоишь очень близко, и я думаю, что тебе бы было очень просто, и нужно немного усложнить задачу. Я боюсь, что немножко попорчу твою прическу, но мы с этим как-то справимся, как-то справимся. Вот то количество дротиков, которые ты делаешь в руках, только у тебя выстрелов. И, я думаю, можно начинать. Давай, бросай. Тебе тоже лучше дать. Бросай. Да я уже за спиной, я не волнуюсь. Один есть, а там просто конфетти. Дальше. Мимо. Еще. Еще. Бери выше. Опять конфетти. Еще. Мы верим в тебя. Давай. Главное, чтобы она умела стрелять. Не только глазами. Лишь бы ни в кого не попало. Остался последний выстрел. И мне кажется, что нужно девушке сделать поблажку. Давай. Никита, может, вы продемонстрируете свое умение и меткость. Давай одновременно. Я первая. Видишь? Отлично. Понятно. Ты выиграешь кольцо. Спасибо. Спасибо. Молодец. Дмитрий и Виталий. Проходите с твоим другом. Нет, кольцо он может поставить. Ты вообще красавчик. Дмитрий и Виталий. Понравилось. Прямо очень. Всем спасибо. Всем спасибо. По-моему, очень милый Сергей. Молодец. Без упаковки. По-моему, очень милый и со вкусом во всяком случае. А что ж на пальцах не одеваешь? А еще рано. Конечно. Молодец. Вообще, какое впечатление? Парень хороший. Меня несколько смутило, что выглядел он как джентльмен. С бабочкой, но сразу перешел на ты. С смутило, и на ты сразу перешел. Мне кажется, это нормально. Я думаю, что нужно сюда бы брать быка за рога, и девушки любят наглых. А не показалось, что он немножко такой хвальбон? Мне кажется, это защитная реакция. Ой, сначала мужчины вам говорят, я жадный, я злой, я храплю. А мы говорим, да нет, нет, это его защитная реакция. А храплю. Выходите замуж, а он выходит жадный, злой и храпит. Как? Ну, как? Он говорит, я ж тебе говорил. Я ж говорил, да, я ж предупреждал. А кто у нас Никита гороскопический? Никита у нас лев, но важнее другое, что у него в гороскопе восходит земная Венера. И он мужчина, который, разумеется, не так белый, пушист, как он здесь пытался представить. Ой, он совершенно не белый, не пушистый, и даже не пытался представить. Он в отношениях совершенно спокойный, достаточно часто способен напоминать подруге о ее недостатках. Он очень критичный молодой человек. Это не отменяет его каких-то замечательных качеств. Он способен заботиться о женщине. Но надо сказать, он придирый, и действительно все будет решать. Ну, кстати, я скажу сразу, что в тех отношениях я был более сдержан и очень мало говорил о каких-то недостатках или что мне не нравится. Никита, а женитьбу воспринимает, а мне нравится, как приватизацию собственной жены. Знаете, хорошо быть личной собственностью, даже душевной, если все с материальной точки зрения все хорошо. А у нее будет хорошо, уж не знаю, что там звезды говорят. Три высших образования это не хо-хо, как говорится. И мечта, о, вот я-то не мечтала, думаю, может, если мечтала бы я о машине 2 миллиона бы, может, сейчас пойди, гляди, в другом месте бы заседала бы. Ну, смотрите, мне кажется, вот Роза прям за меня, вот. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам советы в любое время. И не пропустите новые знакомства через несколько минут. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Анна. Встречайте второго жениха. Привет, меня зовут Андрей. Я приехал из Минска, куда, смею надеяться, заберу и тебя. Но для того, чтобы заочно познакомить тебя с этим прекрасным городом, хочу тебе подарить вот такую книжку. Ну и, естественно, цветы. Спасибо. Проходите. Андрей, 33 года. Владелец рекламной кампании занимается боксом, рукопашным боем, дзюдо и ушу. Гордится разрядом мастера спорта Белоруссии. Предупреждает, что следит за своим питанием и не любит, когда его будет по утрам. Возлюбленная Андрея уехала в Америку, не попрощавшись и осталась там навсегда. Надеется, что Анна никогда его не бросит. Да, я тоже размещу. Спасибо. Как приятно. Вас одинаково бутет практически. На одном месте, наверное, брали. Андрюш, я хочу узнать, сколько же вам лет было, когда с вами вот такая вот история приключилась? Ну, было давновато. На самом деле, это было, где-то мне было 19 лет. То есть это первые курсы у меня в сфоте. О, так это сто лет назад. А нота, да, но это очень сильно повлияло, скажем так, на мою судьбу дальнейшую и на мои взаимоотношения, которые были уже... А сколько вы с ней встречались до того, как она объявила, что в Америку уезжают? До этого момента где-то год, потом еще полгода она была здесь и потом уехала. А она поехала по обмену или родителей туда отправили? Нет, она поехала по программе, которая дает возможность студентам работать в Америке. Там определенное количество времени, по-моему, три месяца по году. А вас не звала с собой? Звала, но тогда не было возможности у меня. Я как бы и учеба, и занятия спортом мне не позволяли. И тогда действительно просто не хватало времени на это. Ну, в 19 лет все-таки родители решают, что ребенку лучше там будем учиться в Москве, в Нижнем Новгороде или в Америке где-то. То есть вы на нее сердце-то не держите. Я думаю, что это не ее было решение. Нет, я просто не держу. На самом деле это было ее право, ее выбор. И она вам написала письмо, что она уехала не попрощавшись, потому что иначе бы ее сердце лопнуло. Она мне написала, что, Андрей, мое сердце разрывалось от ощущения расставания с близкими, с родными и с братом. Если бы ты был там в аэропорту, я бы просто не смогла уехать. То есть она решила расстаться так, сразу обрубив все отношения. Понятно. Вы ведь долго с ней еще потом продолжали общаться, переписывали, при том писали письма вживую. Да, года два... Хотя это уже было время интернета, ведь, да? Ну, да, было время интернета, ну, он только начинался, скажем так, у нас. Но мне казалось, что все-таки бумага, она может передать частичку души. И у меня были такие моменты, я выходил на улицу, это была весна, цвел жасмин, и мне хотелось передать вот это ощущение. Ну, у вас еще письмо вживую, оно материальное, ты его можешь понюхать, пощупать, под подушку, поцеловать. Я цвел цветочек жасмина и клал туда в конверт для того, чтобы она очищала ту весну. Ну, 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 вот так. Ну, мне кажется, он такой остромодный. А вы как, планируете в Россию к нам перебраться? Вы же Минске живете? Или жену к себе повезете? Я думаю, что мы как-то уже сами определим. Нет, не сами, давайте сначала со мной определимся, а потом... Нет, я просто не знаю, не знаю приоритетов Ани, да, то есть, если, как она видит свою будущее. А вы как? Вы живете в столице, вы живете в столице, ребят. А где будет удобно? Конечно. А вам где? Как я обожаю Минск. Что значит, где будет удобно? Вы были в Веларуси, Анечка, когда-нибудь? Я была однажды в Минске проездом, да. И это потрясающе. Я обожаю туда, как только гастроли в Минск, у меня наступает заранее счастье, момент счастья. Ты только на гастроли туда ешь, а ешь и там. А вы поедете в Минске? В Москве. Вот, говорит, не поедет. Почему? Потому что Москва это тот город, в котором я работаю. Дорогой, давай пойдем в США. Нет, мы будем в Минске. Мы будем в Минске. Тут тоже нормально. Все, кусок, а у меня. Я сказал, Минск, значит, Минск. Вот нет ощущения, что вы сами потеряете время. Вот она вам на все говорит нет. В Белоруссию не поедет, и это она не будет. Пятое-десятое? Нет, так не думаю. Ну, хорошо. А утром вас почему не надо будить? В смысле, сразу ушу можно это... Ну, если-ка неадекватно, скажем так. А вы понимаете, неадекватно? Слушайте, это очень важный момент. На самом деле самоконтроль в семейной жизни вообще очень важен. Что значит не будить? А если ребенок заплакал ночью? Если необходимо что-то сделать? Это утрировано, конечно. Я просто, говорят, ну, я не включаюсь сразу в работу, не могу... Любимая, а есть ли у нее вдохновение? А ему налог хочется пререпетировать в 4 часа ночи? И она разбудит и скажет, Андрюша, послушай меня. Вот из последнего. Я вам пишу. И я, будет. Удивитесь сюрпризом. Для моего сюрприза... Аннышка, позвольте вас пригласить. Мы чуть поближе друг друга узнали. Разрешите пригласить вас на медленный танец. Ну, танец будет непростой. Он будет с усложняющимися уровнями сложности. То есть... Мы танцуем с вами, не выходя за пределы данного пространства. Нет, не надо его делать, пожалуйста. Это же швадебный конкурс, которому 3000 лет. Позвольте, пожалуйста. Вроде получается. Вроде получается. Давайте усложним. Познакомимся еще немножко поближе. Ну и последний. Так, критический уровень сложности. Мы будем выходить из этой ситуации. Берите меня на руки. Я хотел бы, чтобы вы знали, что через все жизненные сложности я готов унести вас на руках. Спасибо. Спасибо, ребят. Проходите с вашими друзьями. Как вам? Говорю, хитрец. Однако нашел способ сразу на руки взять. Ой, молодец. Так вот этот вот контакт физический, он что-то дает. Я прям почувствовала... Я мужчину крепко... Обожаю бульбашей. Обожаю. Какие у них мужчины. Вот я вам хочу сказать. Наверное, распятые приходят к нам из Беларуси. Женихи, один крашу другого, все, улыбка лучезарная, открытые. Открытые. Мужики какие-то, в них есть вот такая подкупающая вот та самая простота, чистота. И как ты им доверяешь? Бузеева в тебя влюбилась. Ну да. Ну, я думаю, что вы друг другу стоите. Он, как говорится, первый хоть жених, хоть колечко принес. Ладно, пускай не настоящая, пускай грушечная. А этот, как говорится, и даже колечко не принес сразу прям на руки. Ну и вы тоже хорошая. Чего же вы чужому мужчине на руки прямо прыгнула аж? Если бы сам не предложил, сам об этом. Нет, а по-моему на руки в этом нет ничего. Это такой, с одной стороны, близкий, с другой стороны, достаточно невинный контакт. Она же не на грудь ему упала. Роза, куда же она прыгнула, такой мужчина? Куда от него уйдешь? Крайней надо, поверьте мне. Вот я просто вам могу дать слово, что на Андрееву и такое количество откликов, если вы к нему не выйдете. И он прямо в ближайшей программе будет сидеть на вашем месте. Потому что это редкий тип мужчины, редкий, поверьте мне. Потому что такой, как Андрей, способен любить. Такой, как Андрей, способен на нежность. Спасибо большое. Очень приятно. Не страдали. И мне очень понравился Андрей. И в нем есть ценнейшее просто качество, которое многие женщины способны, ну просто по достоинству оценить. Он при всей своей брутальной внешности будет достаточно зависимым от женой мужем, в хорошем смысле слова. Ну вот, да. Да, точно. Встречайте третьего жениха. Удачи. Привет. Привет. Меня зовут Егор. Я надеюсь, мы понравимся друг другу и наслужат соотношения. А это мне? Это тебе. Спасибо. Попробуй. Егор, 32 года. Владелец инвестиционной компании. Пишет стихи, занимается бальными танцами, ходит в баню и обливается ледяной водой. Мечтает получить актерское образование в Нью-Йорке и стать обладателем премии «Оскар». Мама Егора была против всех его невест. Первую она считала слишком старой, вторую – чересчур ревнилой. Надеется, что Анна придется ей по душе. Егор, смотрите, раньше принято было прислушиваться к мнению родителей, особенно все, что касалось выбора невесты, жениха. Но сегодня времена изменились, сегодня все живут своей головой. А почему ваша мама повлияла, вот, и в первом, и в втором случае на ваши отношения с девчонками? Она… Правда, девчонками назвать нельзя. Первая на сколько была старше? На 13 лет была старше. С ума сойти. И-то где вы такую бабушку нашли-то? На дискотеке. В 80-м. На 13 лет старше невесты была? Да. Что, она там жгла по-взрослому? Что она делала? Нет, просто мне понравились друг другу, загорелся определенный огонь, и мы продружили с ней около двух лет. У вашей женщины были дети от предыдущих браков, нет? Да, были. Сколько им было лет-то? Один? У нее тогда было 26 лет, ей было 19. Дочери ее? Да, дочери. И вот вы пошли к вашей сестре в гости со своей тетенькой? Ну, да. Мама устроила вечер, я пришел со своей женщиной, моя сестра родная пришла со своим мужем, и просто моя сестра приревновала к… К своему мужу? Да, к своему мужу. Вашу женщину? А что она там такого делала, что она же ее ударила? Да, она сделала пощучину, это… Потому что коленки села? Нет, абсолютно не садилась на коленки. Просто есть люди в одной семье совершенно разные. То есть вы ночей были сторонены, на стороне сестры или своей женщины? На стороне своей женщины. А женщина как отреагировала на это пощучину? Она не царство небесной сестры, нет? Нет, просто я сестру потом отвел, отправил на такси домой с мужем, и этим все кончилось. Ее дедушка переставала к мужу, сестре… Что-то, мам, сейчас я запутался, не хочу. Вторая девушка тоже была постарше, но ненамного? Ненамного, да, два года. А та ревновала вас просто патологически? О, патологически, то есть куда бы я ни ходил, кого бы на работу к себе не принимал, где бы не находился, я изменился. А вы же владелец инвестиционной компании, вы работодатель. Да, я работодатель. Вопросы есть? А кого… Я вот все про часы смотрю. У вас они-то с бриллиантами, нет? Нет. Ну, дорогие. Да я вижу тебя, вижу. Ну, дорогие, да? Я могу вам их подарить. Поэтому инвестиционная компания-то ненадежная. Что говорить? А я ведь не откажусь. Такого у нас еще на программе не было. АПЛОДИСМЕНТЫ А ты говоришь, не бриллианты. А вот ты знаешь, Лариса, Роза молодец все-таки, надо смелее быть. Я просто человек… Теперь я за тебя, бог не с той старой. Она как сорока, у нее на блестящую… Нет, просто я… это как раз-таки его типа женщины. А почему вы не женились на той самой ревнивой? Но она вынула ему мозг. Вы понимаете, если вы… Невозможно. Так может, она и вынимала. Знаешь, он встречается с ней, встречается пять лет. Естественно, она начинает дознаваться о том… Нет, не пять. Сколько вы с ней встречались? Около трех лет. Конечно. А много тайн-то было от нее, Егор? Нет. Немного? Но были. Нет, ну, как я человек, имею определенные тайны, да, любой человек имеет. Ну, конечно, не всю коленку нужно показывать мужчине. Не, ну, маленькие тайны такие. Скажите, пожалуйста, вы Таня не может отойти от прежних своих отношений? Уже много лет. И они созваниваются, они настаивают на том, что они друзья. Я, правда, не понимаю вот эту дружбу. Нет, дружба – это… Когда хорошо расстаются, и остается дружба. Послушайте, не надо. Расстались и все. И расстались. Егор, будете нормально реагировать, сопровожать ее? Она такая задумчивая. Скажите, я к своему другу. Пошла. Пожалуйста, я другу позвоню, ее другу позвоню и скажу, сейчас я к тебе Аню приведу. Пожалуйста, прими ее, накорми, а то голодная, может, обязательно. Егор, у вас не больно будут расти рога, потому что облысеете вы нескоро. У вас так газончик такой вполне себе… Хлотненький. Это Гены. Хлотненький. Поэтому сложат у вас, Аня, отношения, не сложатся. Вы и в следующих своих отношениях можете также доверять и провожать свою женщину к бывшему. Пожалуйста. Если не хотите меня мудро слушать. Спасибо. Зачем жить страхами? Надо жить, наоборот, положительными эмоциями. Действительно, действительно. Ну, чешется вот голова от рогов. Ну, и что теперь? Да. А покажете сюрприз? Да, покажете. Пожалуйста. Хорошая. Я сейчас хочу Ане подарить. Тут эта картина. Здесь мое стихотворение. Нужно я передам. А это ваши стихотворения сами написали? Да, мои личные. Открывай. Ой. Счастливая совесть упакована. Сделана с любовью. С любовью. Ого. Танцы. Теперь я предлагаю танцевать со мной геннский вальс. Ух ты. Готово? Да. Да. Ой. Счастливая. Готово. На самом деле. Закружилась, честно говоря, она включилась. Это было головокружительно. Спасибо, девочки. Забирайте своего друга. Скоро узнаете, кого Анечка выбрала. А пока подождите в своей комнате. Ого. Ну как, вспыхнула искра, о которой ты говорил. Роза, а как тебе жених? Так за такие часы еще, конечно же. Это только проценты. Ты знаете, Анечка, вот я считаю, что такое золото приходит не часто. Я все время говорю. Вот за дермидонцем, который само приплывает, это вот, пожалуйста, каждый день. А вот за жемчиком, который вам, можно сказать, манн небесный свалился, как говорится, нырять приходится. А вам даже нырять не надо. Берите. И делайте с него, что хотите. Ну что, Егор, тебе понравилась невеста? Да, понравилась. Ты выйдешь за невестой, если она зайдет в нашу комнату? Обязательно выйду. Василиса. Очень мало женщин-стрельцов, которые не страдают свойственным для этого знакоснобизмом. Я боюсь, что некоторая провинциальность, белый костюм, вот таким образом, преподанный и сюрприз с вальсом, который был, на мой взгляд, оттолкнул, вполне таким соответствующим ситуацией, может оттолкнуть вас. Я не знаю, прокрутились ли у вас сейчас в голове кадры того, как вы такого мужчину можете своим друзьям, приятелям показывать, насколько вы себя комфортно будете при этом чувствовать. Я бы не стала так унижать Егора. Я никак не унижаю Егора. Я считаю, что просто у всех людей есть свой ценз избирательности, как внешность, как образование, образы жизни, поведение в обществе. Вы, очевидно, из разных стихий, но кто-то к этому относится очень спокойно, для вас же это может быть серьезным препятствием для продолжения отношений. Я просто констатировала. Василиса, ты же умная женщина, но это же так очевидно, то, что сказала. Это так поверхностно, и это просто лежит вот по самому. Ну, мне казалось, что ты все-таки глубже, но это же такая ерунда, это же такая мелочь. Это ерунда, но не для всех, Лариса. Пусть так остается. Я пытаюсь подчеркнуть, что для каждого важно свое. Через несколько минут мы узнаем, в какую из комнат пойдет Анна. Оставайтесь с нами. Вы познакомились с тремя женихами. Советуйтесь. Сложный выбор, все очень разные. Ань, ты сама давай говори. Своё ощущение. Энергетически, наверное, ближе все-таки Андрей. То ли, потому что это был какой-то физический контакт, да, то ли, то ли, не знаю. А Никита? Никита тоже интересный персонаж. То есть ты набрать сейчас между Андреем и Никитой? Скорее, да. Но Никита, наверное, молодой. Молодой? Непонятно. Мне понравился и Андрей, мне понравился и Никита, и Егор. Таких, как Андрей, нельзя обманывать и нельзя обнадеживать. Если вы думаете, что вы такая прекрасная, сможете ему поморочить голову, абсолютно не уверена в том, что пойдёте на роман с ним и на отношения, вы глубоко ошибаетесь. А я не собираюсь никому морочить голову. То есть, если вы согласны действительно разделить свою жизнь... Нет, не сейчас. Но если вы сомневаетесь, хотя бы процент на 30, что вы сможете жить и в Белоруссии, и в Москве, не ходите к нему, тогда Никита. Потому что Андрей не заслужил того, чтобы Егор в 33 года морочил даже такая прекрасная кафе. Я, ну, конечно, за Егора. А обосную, не только. Это тоже очень важный фактор. Есть ситуация какая? Вот я сейчас с вами невестам говорю. Вот представь, что вот пришёл вроде незрачненький такой провинциальный, вот ты взяла его, как бы одела бы его. Вот нравится тебе, как ты его как бы это, облагобразила? Ну, значит, и бери. Есть фантазия, срабатывает. Но вот это самопорочный путь. Почему? Вот пришёл в таком костюме, пускай ходит, значит, другая не будет на него зариться и не уведёт, когда нужно. Поэтому прекрасный костюм. А мужчина должен вкладываться в женщину, в свою женщину. Если он в сваху так вложился, я просто представляю, во что он вложится и как он вложится в вас. Не будьте дурочкой. Хватайте, берите, пока я его не пристроила куда надо, собственно говоря. Ну да. Своё право, да вот. Подход оригинальный. Я по-прежнему рекомендую Андрея, которому же лестно высказал. Я считаю, что он идеальный представитель мужского рода для такой женщины, как вы. Другое дело, что вы должны это оценить ещё и, ну, может быть, забыть про свою потребность в бесконечной перемене мест, в бесконечной общительности мужчины и пыскать в нём какие-то другие качества. Манечка, к кому бы вы сейчас не пошли, а вы идёте к достойному парню, в любом случае мы вас поддержим, и, в общем-то, мои поздравления. Садитесь. Наши будущие герои ждут ваших откликов. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Сергей, 29 лет, номер 3070. Арт-директор в ночном клубе. Гордится своим семилетним сыном, предупреждает, что ревнив и требователь. Знакомится с доброй, порядочной брюнеткой без вредных привычек. Юлия, 21 год, номер 3071. Экономист-международник, учит языки, много путешествует, занимается спортом, гордится тем, что никогда не останавливается на достигнутом. Ищет спортивного, целеустремлённого молодого человека с чувством юмора и хорошими манерами. Мы не знаем, выйдет она одна или с избранником. Я приглашаю всех. Вы хотите, давайте её поддержим. Привет. Привет. Ой. Спасибо. Сегодня у нас есть пара Анна и Андрей. И для вас поёт Макси Волочкова. Так долго, так грустно, тебя отчаянно ждала. И было так пусто. Будем в этом не верить. Ты жива, и всё, и мои мечты. Ты просто мой волшебный сон в моей судьбе. Ты только, ты моя любовь. А мы летим на небо над землёй, навстречу ветер. И только мы с тобой, и солнце светит красками любви. На всей планете только мы одни. А мы летим на небо над землёй, навстречу ветер. И только мы с тобой, и солнце светит красками любви. На всей планете только я и ты. Мы летим на небо над землёй, навстречу ветер. И только мы с тобой, и солнце светит красками любви. На всей планете только мы одни. А мы летим на небо над землёй, навстречу ветер. И только мы с тобой, и солнце светит красками любви. На всей планете только я и ты. Я-то думал, что она вынесла туда миллионов 10-20, а там оказывается, что 100 тысяч рублей. Гораздо более унизительно уезжать потом с чемоданом, если отношения не сложились, а ты девушка, чем выставить мужчину за дверью. Там были люди, которые не умеют себя вести в обществе. И друзья тут стали говорить, что она тебя, Славка, приворожила. И вот тут я это и понял, что, наверное, в этом есть доля правды. А бюджет месяцев у вас какой? Как я тебя, Роза, люблю. СМЕХ